Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить диск Элизиум, но и у нас продолжаются поиски Руди. А, нам надо осмотреть вот эту вывеску. Вот эта часть, видите, она немножко провалилась как бы внутрь. Возможно, через нее можно пролезть? Перед тобой некогда красочный Мурал. Буквы с годами облезли, но ты все еще можешь прочесть Felt Electrical Near. Слоган когда-то был красиво оформлен. Теперь остались только контуры облезших букв. До завтрашнего дня один лишь вздох. До завтрашнего дня один лишь вздох. Похоже, завтрашний день так и не наступил. Он поднимает воротник куртки. Отходим ближе. Над надписью обрушившаяся крыша, сломанные окна в потрескавшихся стенах, которые тоже долго не простоят. Морской ветер гуляет и поет внутри когда-то мыны ментального здания. Что-то чувствуется в ветре. Иногда невозможно продвинуться вперед, не споткнувшись. Почему у меня такое чувство, будто это место мне знакомо? Действительно, каким-то образом ты знал, что они здесь. Градские развалины, разграбленные мародерами. Здание, которое когда-то поглощало деньги и раздавало тепло и свет. Может, Руби здесь? Здесь? Может быть. Или... Он указывает пальцем куда-то тебе за спину. Она может быть в идентичном разрушенном здании вот там? Или в лодочном сарае? Может, в этой церковной колокольне? Давайте послушаем ветер. Может быть. Все может быть. Но не этот. Внезапно становится тихо. Ледяные ладони больше не касаются твоего лица. Шорох тростника стих. Ветер исчез или затаился. Теперь слышен только шелест волн, набегающих на берег. В заброшенном здании перед тобой стоит кладбищенская тишина. Если она может быть как угодно. Точнее, если она может быть где угодно. Как мы ее найдем? Как? Я надеялся, она будет в деревне. Лейтенант вздыхает, наберет себя в руки. Ладно. Она возможна к северу от деревни. Мы на полуострове. С криктозоологами мы уже поговорили. Он смотрит направо. Работа с ними может стать хорошим предлогом для перемещения по местности и дать нам какую-то структуру. Кроме того, есть еще церковь. Он смотрит на колокольню. Если бы меня подозревали в убийстве, я бы не стал прятаться в самом заметном здании в округе. Но кто знает, может она решила рискнуть. В любом случае, нужно действовать по старой проверенной схеме. Квадрат за квадратом. Обойдем весь полуостров, опросим местных. Сперва зайдем туда, куда можем. Как в деревне. Чего я вообще пытался добиться? Пытаешься поговорить с ветром, с городом. На что бы ты ни надеялся, этого не случилось. И теперь ты просто стоишь здесь с безвольно повисшими руками. Это как эта молитва. Привашолю. А если не получится? Если мы ее не найдем? После этого, если положение будет безвыходным, мы осмотрим места, которые мы зайти не можем. Бункеры, ливневую канализацию. Это место. Но уверен, это не понадобится. Он оборачивается и смотрит на ветхую темно-красную коробку по ту сторону пропасти. Поброди по берегу, по старому пирсу, среди тростника. Ты всегда можешь вернуться и снова поговорить с ветром. Посмотри, как это тебе помогло. Хм. Понятненько. Ну хорошо. Ветер нам не помог. Сволочь такая. А церковь осмотрим? Что ж. А неужто нигде мы не дойдем лаза, который приведет нас в эту самую старую канализацию? Было бы, конечно, приятно. Опа. Это церквуля. О. Мои мысли, мои скакуны. Ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания. Вибрация бочки. Музыка идет откуда-то со льда. А. Указатель Сен-Брюн 1147. Тени видны пыльные скамьи. Многих не хватает. Музыка со льда. Интересно. Там у них рейв? Опасный. Темнота скрывает алтарь. Или что-то вроде того. Слишком темно, чтобы разглядеть. Но пока внутрь не будем соваться, давайте найдем источник музыки все-таки. Опа. Рыбешки носятся стайкой вокруг заборного столба, а затем бросаются в рассыпную, скрываясь во тьме. Перед тобой разводной мост. Его можно опустить только с другой стороны. А. Где? Что за мост и куда он ведет? Опачки. Палатка. Все в дырках. Может, в этих столбиках спрятано сокровище? Нужно заглянуть внутрь. Легко. А, во все? И каждый? Ничего себе. Ничего себе. Кто-то говорит. Черт, на улице так холодно. Так. А нормально мы так собрали с вами ништячков. Кто бы это там не говорил, нам надо с ними пообщаться. Это не похоже на руби. Частота не может быть настолько низкой. Должно быть, это потребовало немало терпения. Раскрашен мелками. Кто-то пытается сделать этот мир повеселее. Камни покрыты желтым хом. Возможно, были украдены из какого-нибудь сада. О-о-о. Так. Еще этнические рисунки. Этот столбик покрыт маленькими человечками. Полышек воткнутый в лед, чтобы держать палатку. Мусор после какой-то бесконечной вечеринки. Чей-то дом вдали от дома. Совсем как твой. Ммм. Кто-то воткнул в снег лист из вечнита, который держится на двух столбиках. Едва держится. Может упасть в любую минуту. Возможно, сильного подрыва ветра будет достаточно. Что это? Похоже на импровизированный мост. Он поправляет воротник на холодном ветру. Удобно. Опрокидываем лист из вечнита. Лист с лухим стуком падает на покрытый на леде снег. Бум. Нужно поговорить с той девушкой на льду и узнать, что здесь происходит. С этими словами он показывает на девушку рядом с палаткой. Это сначала на палатку глянем. Ой, яхта тут. Это чья яхта? Это же не может быть... Нет, это не яхта нашей подруги из корпорации. А, палатка внутри что-то есть. В нее можно войти. Охматая девчушка лет восемнадцати. Двадцати на вид стоит на коленях... Стоит коленями на льду и держит в руках какое-то электронное устройство. Заслышав твое приближение, она поднимает взгляд. О, здрасте. На улице холодно, она без шапки. Должно быть очень замерзла. Наркотики делают тебя неусприимчивыми к холоду. Это всем известно. Она наверняка любит отжигать. Дитя мое. На улице мороз. Почему ты без шапки? Ага. Она растерянно смотрит на тебя. Возможно, она не расслышала. Повтори погромче. Я сказал, что тебе не помешало бы надеть шапку. Тебе тоже. Ты вообще никому ничего не должен. Мне тоже. Она у меня есть, указывая на свой головной убор. Ой, а я и не заметила. Это удобно. Тебе тоже нужна шапка, если ты планируешь и дальше оставаться на улице в такую погоду. Ну, да, точно. Она пытается придумать, что еще на это сказать. Слушай, да нахуй шапка. У тебя повышается пульс. Вот это нам не поможет. Зачем так грубо? Извини за нахуй шапку. Я просто занята была. У меня вся семья матерится, вот и переняла. А на ее лице появляется болезненное выражение. Теперь она ответит на твои вопросы. Здесь не появлялась ржеволосая женщина? Нет. Нет, и все? Здесь не очень-то людно. Только собачий лай по ночам. И тени, скользящие по побережью. Как тебя зовут? Асель. Это крашеная блондинка. Темные корни волос уже заметно отросли. Немного угловатая, за скромными манерами можно взглядеть некую мужеподобность. А фамилия? Почему? Ей с полицией, это нужно для отчетности. Что ж, она некоторое время колеблется. Берже. Что это у тебя за устройство? Это... Она дышит на озябшие пальцы. Это переносное записывающее устройство. Для записи в полевых условиях. Качество получается довольно низким, но что поделать. А провода? На самом деле здесь только один провод. Я его измочалила, поэтому оплетка распустилась. Провод соединен с контактным микрофоном. Что такое контактный микрофон? Через контактный миг можно записать звуки, которые находятся внутри чего-либо. Например, внутри этого льда. Здорово. Ты мог бы с его помощью организовать прослушку. И как эта штука работает? Микрофон, я не знаю точно. К какой-то причине он не регистрирует вибрации воздуха. На коробке было написано, что он улавливает только звуки, возникающие в конструкциях. Если использовать техническую терминологию. И где ты взяла этот микрофон? Там же, где и магнитофон. В полизее. Что такое полизей? О, ты что, не был в полизее? Она на мгновение теряет самообладание. Это самое крутое место во всей этой наркоманской дыре. Это клуб и магазин синтезаторов на Буги-стрит в Джамраке. Музыканты живут там, как настоящие музыканты. Я даже не на раз видела там Арна Ван Эйка. Воспоминания об этом месте приносит ей настоящую радость. Но она очень далеко отсюда. Занятно. А кто этот Арна? А, да. Она смотрит на тебя, оценивая этого возраста. Полагаю, ты не знаешь, кто такой Ван Эйк. И в полизее никогда не был. Я пашу. А, я не знаю, что это значит. Я верчусь. Это тоже. Это означает, что в моих пороховницах еще есть порох. Круто. Девушка дышит на пальце. Похоже, она не знает, что сказать. Ладно, неважно. Поговорим лучше о контактном Мике. Конечно. Если подумать, у меня к тебе есть вопросы, не связанные с микрофоном. Так. Что ты здесь делаешь? Такой холод. Ммм, записываю. И что именно ты записываешь? Кажется, трещина во льду, но точно сказать не могу. Для этого нужны наушники. Думаю, твои шаги тоже записались. Не знаю, как все это будет звучать. Она почесывает лоб. Погоди, а что случилось с наушниками? Мой парень их продал. Зачем? Ну, не знаю, чувак, чтобы купить вещи, которые нужны для жизни. Это стройная теория, миссир. А зачем ты все это записываешь? Трещины, шаги. Музыканты в полизее используют эти звуки в своих композициях. Они соединяют пленку, пускают по кругу. Получается музыка, состоящая из звука втрескающегося льда и позвекивания ключей. Просто безумие. Сложно объяснить. Просто кивая. Ну, так вот, я решила тоже что-то такое сотворить. Здесь вроде как музыкальное место. Она потирает плечи и оглядывается по сторонам. Я не слишком хорошо представляю, как это делается. Они используют синтезаторы, а у меня синтезатора нет. Она смотрит на записывающее устройство, которое считала билетом в страну радости и забвения. Похоже, это просто пустые фантазии. Она вдруг чувствует себя маленьким бесполезным ребенком. Возьмите. Вы замерзли. Лейтенант начинает стягивать вся куртка. Да ну тебя нахуй, я в порядке. Простите, я не хотела посылать вас нахуй, я извиняюсь. Все в порядке. Лейтенант отступает и бросает на тебя многозначительный взгляд. Отдаем ей свой головной убор. Вот, тебе нужнее, чем мне. Спасибо. Девушка натягивает на себя головной убор. Он ей немного великоват. Ты сказала, что здесь музыкальное место. Где здесь? Вот здесь. Она кивает на церковь. Парни думают, что тут можно устроить что-то вроде полизея. Глупо. Конечно, это... Она замолкает. Не будет похожа на полизей. Парни? Да, Андре и остальные. Они внутри в палатке. Интересный расклад. Почему ты здесь мерзнешь, а парни сидят внутри? У них там слишком много вещей, места нет. Каких вещей? В основном музыкальных, вроде этого магнитофона, только больше. Там это добра, целые горы. Почему бы не оставить часть вещей снаружи, чтобы тебе тут не мерзнуть? Эти вещи стоят дороже, чем я. Дороже, чем любой из нас, честно говоря. Ничего страшного. Холод меня не смущает. У меня были еще вопросы. Давай. А магнитофон валяется на льду, словно выброшенная игрушка. Поднимаем его. Устройство тяжелое, как кирпич. Это из-за батареек. Еще хранит тепло ее рук. Желтую пластмассовую крышку украшает логотип компании Omicron. Под крышкой крутится пленка. Девушка смотрит на устройство у тебя в руках. Не жаль, что тебе приходится торчать тут на льду, скучать. В твоем возрасте, да вообще в любом возрасте, в такую погоду, сидеть, ожидая прихода тьмы. Она смотрит тебе в глаза. Огромные зрачки в невероятно густом оброблении макияжа. Создатели этого мира хотели сделать его лучше, но у них ничего не вышло. С этим ты, похлопываешь по магнитофону, в их бракованном мире жить проще. Митер забывает, она продолжает молчать. Все так и есть, скажи ей. Это не какие-нибудь детские фантазии. Это может стать настоящим оружием в борьбе с тем, что ждет тебя дальше. Что? Плечи слегка вздрагивают. Тьма. Я знаю. Стуча зубами, она берет у тебя устройство и укладывает себе на колени. Постараюсь не потерять. Что-то между вами меняется. Теперь она смотрит на тебя по-другому, как на равного, как на человека. Она молчит секунду-другую, а потом снова обращается к тебе. Ну, спасибо, вроде как, за сеанс психотерапии. Может, я могу помочь тебе тем же? Что тебя гложет? Что меня гложет? Ничего. Ну, ладно, я же вижу. Она медленно качает головой. Но дело твое. Можешь и дальше строить из себя Боядеру. Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущат. И что же это? Она внимательно слушает. Хм. Эм. Мм, блин. Ха-ха. Думаю, дело в бедственном положении рабочего класса. Что, серьезно? Голем капитала вышел из-под контроля, крушит рабов и своих создателей. Боюсь, процесс необратим. Ну и ну. Социальная справедливость действительно так много для тебя значит. Похвально. Трясешь, Саш. Но ты уверен, что дело только в этом? Не могу сказать, что мне много удалось повидать. Однако, судя по тому, что я видел, социальная справедливость – очень незрелое понятие. Звучит довольно либерально. А потряхивание меня от трудностей, с которыми людям приходится сталкиваться. Ох, как же меня трясет от этого. Да, дядя, ужас какой-то. Не особо убедительно соглашается она. Мне просто тошно думать об этих тысячах, миллионах, миллиардах. Сколько вообще людей? Эм. Сколько людей живет в этом мире? Три целых... Три целых шестьдесятых миллиарда, не считая жителей Соли. Да ну, так много? У меня просто слезы из глаз, когда я думаю об этих трех целых шестьдесятых миллиарда людей. И еще бог знает, сколько их там в Соли, сокрушенных под гнетом тирании рынка. Да-да, просто ужасно. Кивает она. Но ты уверен, что дело в этом? Может, просто тоскуешь из-за какой-нибудь телочки? Эм. Сейчас, когда ты сказала, я нашел письма, которые сам до этого выбросил. Возможно, они с этим как-то связаны. Так, а почему ты так думаешь? Эм. Во-первых, они немного пахнут жвачкой. Я до сих пор слышу этот запах, даже несмотря на все это дерьмо. Но ты даешь, дядь. Она удивленно поднимает бровь. Довольно символично, тебе так не кажется? Да, я тоже подумал, что это очень символично. Ладно, что еще? Они написаны женским почерком. И, господи, как же хреново мне становится, когда я их читаю. Ну вот и твоя проблема с телочкой, и никакой тебе политики. Кто она? Не помню. Не помнишь? Кажется, она тебе поверила. Похоже, ты серьезно грузишься из-за этой чика. Может, тебе удастся вспомнить про нее хоть что-нибудь? Я помню только ее запах. Да, чувак, это очень странно. Кто она потирает плечи, чтобы согреться? А ты уверен, что эти письма предназначались тебе? Да, уверен. Разве иначе меня зацепило бы так сильно? Но как так вышло, что ты ничего не помнишь? Это что, типа у тебя такая избирательная память? Я думаю, дело скорее в том, что я напился до таких чертей, что напрочь стер всю память об этом мире. А, или так. Я однажды так сильно обдолбалась бухлом, что тоже все забыла. Совершенно очевидно, что обдолбалась она не только бухлом. Или, может, у тебя просто с психикой не в порядке. Какая-нибудь хрень типа кенингштайнской дрочки. Что такое кенингштайнская дрочка? Ну, знаешь, занутое дерьмо, которое у них там происходит. Богатеньким нравится. А люди в кенингштайне в основном богатые. Ладно, у меня к тебе пара вопросов. Конечно. Расскажи мне поподробнее об этом музыкальном клубе, который вы планируете открыть в церкви. Мы хотим переделать ее во что-нибудь типа клуба анодной танцевальной музыки. В новом стиле, вроде того, что создают на синтезаторах полизея. Только вот, да, она смотрит на деревянную церковь на стропилах. Налетает порыв ветра, и шестиэтажное здание жалобно скрипит. Что такое анодная танцевальная музыка? Ну, анодная катодная музыка, создаваемая электронными инструментами. Какими еще электронными инструментами? Это пульты и микрокомпьютеры. Все, что использует электричество и при этом не является гитарой. Они и найденные на стороне звуки используют. Все в этом роде. Ты видишь четкие, прекрасные, невистовые вспышки света, прорезающие наполненную дымом темноту. Если будущее когда-нибудь настанет, оно будет выглядеть именно так. Значит, вы хотите превратить церковь в клуб? Понимаю, как это звучит. Она кивает на деревянную развалюху на берегу. Это не моя идея. Это место нашли Андра с парнями. Предполагалось, что оно заброшено, но теперь они даже занять его не могут. Эээ, не поймите меня неправильно, но вы же копы, да? Да, почему ты спрашиваешь? А, что ж. Она нерешительно замолкает. Может, ты поговоришь с Андрой и парнями? Потому что в этой церкви творится что-то странное. Раз ты из полиции, значит, должен проверить, правильно? Я поговорю с ними. Они там внутри. Она указывает на палатку. Было бы здорово, если бы ты поговорил с ними. Еще что-нибудь? Ладно, хватит от церкви. Я хотел еще кое о чем спросить. Давай. На самом деле, у меня пока все. Ладно, пока. Она вновь возвращается к своему записывающему устройству. Ну что ж, а Андрой и парни? Бойки парни, которые засели в тепле, пока девчули на морозе. Это даже не палатка, а просто кусок брезента, которым накрыта куча каких-то вещей. Полог откинут. Внутри сидят три парня и слушают какую-то современную музыку. Такой ты еще не слышал. Один из парней смотрит на тебя. Камон, залезай давай. И полог задерни. Тепло выходит. И скинемся внутрь. Извиняюсь. Он указывает большим пальцем на лейтенанта. Но тут вот для одного гостя места маловато. Давайте вы. Я слишком стар для этого. На самом деле нет, думает он. Мне просто не нравятся правонарушители. Уверен, вам там понравится. Я здесь подежурю. Он указывает на палатку. Ого. Ничего себе, у них места мало. Пахнет потом и стиральным порошком. И еще немного эфиром. Жидкость для запуска двигателя Купри Ланш. Похоже, это канистра с водой. Подписано дистиллированная. Колонка большая. Такие используют на живых выступлениях. Кучка спреев для носа. Название марки Назофит Ультра. Ммм. Ты видишь паренька, который обесцвечивает кончики волос зубной щеткой. Он откладывает щетку и протягивает руку в приветствии. Приветствую. Я Андре. Приятно познакомиться. Поживаем руку. Крепкое рукопожатие. Ладонь теплая и влажная от пота. Он пытается продемонстрировать доверие и в свою очередь вызвать его у тебя. А это моя компашка, Ноик. Молодой человек с серьгами в ушах с подозрением смотрит на тебя. И камон. КАМОН. Из магнитофона, что этот парень держит высоко над головой, продолжает греметь музыка. Вероятно, но он знает. Мы с Ассельбергер, который сейчас снаружи, проводим кое-какие серьезные прогрессивные эксперименты со звуком. Предпочитаем называть себя организаторами музыкальных мероприятий. Погоди-ка. И сколько на вашем счету организованных музыкальных мероприятий? Мы прямо сейчас работаем над несколькими. Значит, пока ни одного. Что вы здесь делаете? Видите ли, мы сходили весь северный джемрок в поисках объекта недвижимости, в котором можно было бы организовать новое мероприятие. И в поисках талантов! Да, спасибо, Икамон. И если тех, кого природа щедро одарила талантом крутить катушки на дискотеке в джемроке предостаточно, по счастью, объектов недвижимости нам повезло значительно меньше. Сраная дыра! Прошу простить моего друга Новика за сквернословие. Я-то понимаю, что с полицейскими нужно разговаривать совершенно иначе, а вот у него есть некоторые проблемы с проявлением уважения к власти. Будь осмотрительнее в следующий раз. Ладый начальник. Молодой человек кивает и бросает патрон дрели в пластмассовый ящик. И это приводит нас к проблеме, захваченной церковной собственности. Вы наверняка заметили этот заброшенный притон наркомании на побережье. О чем ты? Я про церковь. Я совершенно серьезен. Оставшись без присмотра, даже такое место духовного утешения может притягивать различных торчков и укурков. Торчки! Укурки. Он сердито плюет на винт, затем начинает его чистить. К сожалению, все так и есть. Очень жаль, ведь мы как раз собирались нанести Мартинес на карту. Открыть здесь самый безбашенный ночной клуб в Джамраке. Да чего уж, во всем Ревашоле. Да чего уж, во всем мире! И тем более жаль, что там обосновались самые неприятные торчки и укурки. Он немного отклоняется назад и продолжает изучать тебя спокойным и серьезным взглядом, давая твоему воображению осознать, насколько плохими на самом деле могут быть такие торчки и укурки. Отлично. Здесь нужно мнение эксперта. Ты же у нас эксперт в таких делах. Чем они так неприятны? Да тем, что они жуткие. Жуткие? Что ты имеешь в виду? Я надеялся, что вы сами на них посмотрите и сделаете выводы. Могу лишь сказать, что эта жуть мешает нам восстановить церковь и превратить ее в дом культуры и место духовного утешения. А еще они не прогревают и не следят за чистотой самого здания. Скоро все рухнет к херам. Люди просто хотят крутить свои катушки, чтобы на них никто жути не нагонял. От этого места исходят плохие волны. Там невозможно танцевать. Спасибо ей, Камон. Он поворачивается к тебе. Так что, вы с ними разберетесь? Кому как ни полицейским выгонять оттуда всяких торчков? Какими бы жуткими вещами они там не занимались, церковники наверняка построили церковь не для того. Я займусь этим. Расскажи подробнее. Отличный чувак. Он радостно хлопает в ладоши. Андрей явно просто вне себя от счастья, что ты воспринял его просьбу всерьез. Все в палатке этому рады. Успех окрыляет. Парни обмениваются веселыми взглядами. Так что там с церковью? Я пока не был внутри. Я попросил Ноика принять меры, чтобы помешать другим залетным бродягам пробираться внутрь. Повесить замок. Это временно. Просто, чтобы взять ситуацию под контроль. Времени было немного. Не самая лучшая моя работа, но на некоторое время хватит. А ключ? Конечно, Ноик, дай фицер ключи. Ладно. Спидпан кроется в прикрепленном к ремню мешочке и достает желтый ключ. Внезапно он решает сделать что-то крутое и небрежным жестом бросает его в твоем направлении. Будь крутым копом, поймай ключ на лету. Ей. Ты чувствуешь траекторию полета металла и пластика. Приближающиеся предметы излучая, издают едва уловимое позвякование. Чуть слева от тебя. Луем. Оп. Ключ падает, той ладонь. Спидпанки одобрит накивают. Гримсов. О, спасибо, приятель. Делаем вид, что ничего особенного не произошло. Парнишки, кивайте. Это уважительный кивок. Тебе удалось кое-что доказать. И долго эти люди сидят там заперти? Да не очень долго, неделю где-то. Он пожимает плечами. Как ты можешь быть уверен в том, что они не умерли с голоду? Я стопудово уверен, что они живы. Ну то есть, да ладно, я по крайней мере на 90. На 85% уверен, что они до сих пор живы. 85% это недостаточно, когда речь идет о благополучии других людей. Ясно, я извиняюсь. Я тоже извиняюсь. Наверное, не слишком по хардкору было запирать их там. И я, и я не должен обладать подобной властью над другими людьми. Монополия на насилие принадлежит не мне, а тебе. Я рад, что избавился от этого ключа. Понятно, у меня есть еще вопросы. Да легко, говори, что тебя интересует, разберемся. Так что это за люди там, в церкви? По правде говоря, я не знаю. Никто из нас не знает. Я даже не представляю, сколько их там. Мы видели только фрагменты. Лучше перестраховаться. Может, расскажешь еще что-нибудь? Да. Он слегка наклоняется вперед. Там еще всякая аппаратура. Аппаратура звучит весьма загадочно. Когда я в первый раз осматривал это место в феврале, оно было заброшено. Совершенно пусто. Сбор команды занял некоторое время. Поэтому мы вернулись только недели две назад. Надеялись, что сможем начать обустраиваться. И наткнулись на всю эту страшную аппаратуру. Один из аппаратов состоял из проводов, засунутых в резервуары с водой. Провода в воде. Я никогда ничего подобного не видел. Андре, расскажи ему об ощущении. А, и было такое ощущение, что что-то наблюдает за нами с темноты. Нет, о другом. Ам, о каком другом? У меня не так развиты эмоциональные связи, как у тебя. Ощущение тишины, ужасной тишины. Для этого парня обычно это тишина ужасная. Но в тот раз это было нечто большее. Но никакого физического присутствия его не зафиксировали. Как сказать, мы видели кого-то. По всей видимости, женщину, которая входила в церковь и выходила из нее. Пару раз. И мы ощущали, как кто-то или что-то наблюдает за нами изнутри. Но это типа и все. Женщина? Рожеволосая дальнобойщица? Конечно, почему нет, да? Но не совсем, вмешивается второй. Шатенка старая. От нее исходили тяжелые темные волны. Так что в итоге-то? То, что Ноик сказал. Руби больше нет. Это какая-то другая женщина. А что там по поводу той штуки, которая за вами наблюдала? Ну, как будто мы были не одни, понимаешь? И на человека это не было похоже, если ты понимаешь, о чем я. То есть это был не человек? Он хочет сказать, это был призрак? Понимаешь ли ты, о чем он? Там была какая-то темная фигура, ползущая по потолку вверх ногами. Как какой-нибудь человек-краб. Человек-краб? Ну да, он ползал вверх-вниз и по потолку прям как краб. Второй парнишка соглашается. Он следит за Сель. Подкарауливал. Подкарауливал, киваем. Человек-краб. Человек-краб! Да, абсолютно. Ну то есть, с Сантой я его не видел, а Сель в тот раз была одна, но я ей верю. Если уж эта девочка выбегает откуда-то и говорит, что там краб, значит там краб. Тебе стоит расспросить ее об этом. Только поделикатнее. Не говори ей, что не веришь крабов. Возможные последствия слишком многочисленные. Невозможно просчитать. Действуй осторожно. Узнай все, что только возможно, прежде чем входить в темное здание. Можешь подробнее рассказать про эту аппаратуру? Тебе стоит поговорить об этом с Нойком. Я почувствовал только волны торчков и нариков. Которые, скорее всего, еще и развлекались под снаф-радио. Скорее всего, практически наверняка. И как ты можешь быть уверен в том, что они торчки и нарики, если даже не видел их? Ну, честно говоря, я не могу. Но все равно уверен. Это ничтожная попытка уйти от ответа. Он просто пытается обороняться при помощи идиотизма. Ого, ты не можешь, но все равно уверен. Надо бы мне тоже задействовать идиотизм в качестве оружия. Эй, я попросил бы, мурится он. Я на 70% уверен, что они употребляют. Не позволяй всей этой аппаратуре себя обмануть. Он изображает в воздухе кавычки на слове аппаратура. Откуда, по-твоему, берутся наркотики? Ладно, сменим тему. Ладно, что еще? А, ты говорил, что эта церковь принадлежит каким-то церковникам. Кто они такие? А, да, это метеорантское название партии основателей. Я решил, что будет круто его использовать. Если ты не знаешь, что такое партия основателей, возможно, мы можем скрыть это за некоторым количеством демагогии. Прежде чем мы продолжим, скажи, что значит метеорантское. А, ну из метео. То, что связано с метео. Давай, Андра, расскажи про партию основателей. Мне интересно послушать, что ты скажешь. Знаешь, если задуматься, я никогда не искал этот термин в словарях. Точно определение дать не могу, но это очень могущественно религиозная организация. И что? И то, эта партия восходит корнями к древнему общественному строю. Он делает паузу. А еще они хранители церкви Перикарнасов. И посвящают Светочи. Они же типа создали саму систему Светочи, разве нет? А, скажи мне, Андра, как ты думаешь, такой древней религиозной организации, что посвящает Светочи, понравилось бы появление клуба анодной музыки в одной из их церквей? Наверняка, подтверждает он без тени сомнения. Церковь Перикарнасов учит любви. Анодная музыка учит любви. Я испытываю любовь к Перикарнасской компашке. Любовь спасает от смерти. Мы танцуем. Он начинает яростно трясти магнитофон, словно пытаясь сломать его. Любовь — это хардкор! Единство. Единство. Давайте пошумим для моей астровалийской компашки. Он делает музыку громче, затем смотрит на тебя и понимающий кивает. Как будто ему совершенно очевидно, что ты сейчас спустишься в пляс. Ты чувствуешь, как аноды и катоды движутся по твоему телу. Большой палец на ноге начинает шевелиться в ритм басов. Будто разведывая обстановку. Ничего не говорить, просто наслаждаемся ритмом. Киваем в такт. О, хорошо-то как. Я не совсем понимаю, о чем-то. Какая еще компашка? Чувак, компашка — это типа свои люди. Например, у тебя есть полицейская компашка. Вы приглядываете друг за другом и отжигаете вместе. Это и есть компашка! Эй, и где же твоя компашка-детектив? Ничего не приходит на ум. Мир хранит молчание. Такое ощущение, что ты просто произносишь какие-то случайные слова. Любовь, компашка, пошумим. Случайные? Он загадочно смотрит на тебя. Да! Большеголовому явно нравится, когда его друг становится таким таинственным. Думаю, любовь действительно может быть довольно хардкорной. А еще когда? Он приходит в себя, парень кивает на своего товарища, но затем хитро улыбается тебе. У тебя получается. Теперь я понимаю, как глупо с моей стороны было думать иначе. А нудная музыка действительно учит любви, как и церковь Перикарнассу. Да! Екаката! Место всех устремлений! Похоже, он в восторге от того, что ты разделяешь его взгляду на Перикарнассу. Да, для народа, для друзей! Его друг сжимает руку в кулак, не выпуская при этом отвертку. Жест полного одобрения. Не хотелось этого говорить, но с твоей стороны было очень глупо полагать иначе. Ладно, у тебя еще остались вопросы. Вышеголовый продолжает смотреть на тебя, кивая и ожидая, что твое тело начнет двигаться. Давай, не сдерживайся. Позволь диска вырваться наружу, в этот мир. Заверши все свои дела с церковью, а потом спляши там, как безумный. Я хотел бы поговорить обо всем этом оборудовании, что стоит в палатке. Да что? Я смотрю, вы принесли с собой воду. А, да, да. Нести, конечно, охренеть, что оно того стоит. Когда я был здесь впервые, то немного разведал, что к чему. Не уверен, что в церкви есть водопровод. Еще и дистиллированное. Ага, он не знает, что на это сказать. Ее на заправках продают. Не хочу вас расстраивать, но здесь жутко воняет потом. Есть такое. Я тебе говорил, что у нас проблемы с запахом. Он поднимает кусок телефонного кабеля и внимательно изучает его. Погоди-ка, еще я чувствую запах эфира. Почему бы это? Эфир? Я не чувствую никакого эфира. А ты, Ноек? Неа. Но к этому запаху примешивается еще один, довольно странный. Похоже на стиральный порошок. Он принюхивается и пожимает плечами. Сойдет и пожатие плечами. Затем, зачем говорить что-то, если можно просто плечами пожать? А что по поводу всего этого Назафеда? По поводу чего? Он наклоняется ближе, чтобы лучше расслышать. Указываем на бутылки с назальным спреем в углу. Назафед ультра. У вас тут вот целые залежи. А, старая добрая ультра, мы, эм... У меня серьезная респираторная инфекция. Нос заложен. У нас у всех зима, вот, все дерьмо. Даже дышим с трудом. По-моему, все у тебя в порядке. А, он энергетично кивает. Это все Назафед. Без него я бы уже дерьмом захлебнулся. Назафед и сам дерьмо, что надо. Хорошо, еще кое-что. Да что? Назафед я понимаю. А зачем пусковая жидкость для двигателя? Пусковая жидкость для двигателя? Чтоб двигатели запускать. Неужели ты начинаешь раздражать этого дружелюбного спидпанка? Похоже на то. И какие такие двигатели вы тут запускаете? Что это за романгородские допросы? Сейчас холодно. Жидкость для генератора. Он указывает на аппарат. Расслабься. И как вам повышенное содержание эфира? Работает? Да, наверное. Знаешь, возможно, этот легкий запах эфира, который я почувствовал, имеет какое-то отношение к этому этиловому эфиру. Понятия не имею. Ладно, достаточно. Он энергично кивает. С явным облегчением. Ого. Ага. На этом у меня пока все. Осторожнее там. И расскажи нам потом, как все прошло. Мы будем здесь. Ну-ка. Вот это да. А тут кое-кто поддался скуке. Что? Черт! Я не туда нажал. Срань. Ладно. Ладно. Примем. Примем эту... Примем удар. Хрен с ним. Шапки у нас больше нет. Хорошо. Давайте тогда вот эту шапку носить. А на логику были еще у нас очки. Так. Ну, хорошо. Давайте еще пацаненка спросим. Во! Уже равные шансы. Может, дела обстоят не совсем так, как тебе рассказали? Удели минутку анализу ситуации. Ого. Тут кое-что не сходится. Давайте разберемся. Попробуйте начать вот с этой фразы. Ну что, детишки, рассказать вам сказку? А, ну что ж, детишки, давайте расскажем вам сказку. Юный спидпанк откладывает в сторону сгоревший конденсатор и смотрит на тебя. Большеголовому, похоже, очень интересно, что ты задумал. А вот их будущий предводитель особого энтузиазма не испытывает. Давным-давно, не знаю когда и где, но тут явно не обошлось без предательства. Я заболел и превратился в тень, что сейчас перед вами. У меня есть основания полагать, что до того, как это случилось, я был детективом полиции. Но ты сейчас им и являешься. Спасибо и на дорогоном слове, но всем и так понятно, что я позорю мундир. И что же случилось? Внезапно и кому-то становится очень серьезным. Диско. Я как раз говорил о том, что нам нужно поскорее сделать следующий шаг в развитии танцевальной музыки. Он смотрит на своего товарища. Помолчит. А что, я ведь правда говорил? Ну что ж, даже если с того момента прошло тысяча лет, во мне еще кое-что осталось от прежнего детектива. Юный спидпанк молчит. Он чувствует, что-то не так. Дело ведь не в открытии клуба. Палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. Понятия не имею, как ты пришел к такому выводу, но он неправильный. Смотри, у нас даже динамики есть. Он показывает на динамик. Динамик у них есть. Один. А где его братишка? Он что, потерялся? Какой еще братишка? Второй динамик. У вас ведь только один. Это система с одним динамиком. Моноакустическая. Да что ты вообще знаешь о том, каким должен быть звук в анодной музыке? Другой динамик. Тоже мне. У вас нет наушников. Разве Асю не нужны наушники, чтобы крутить катушки? Да что ты вообще знаешь о том, как крутить катушки? Ничего. Этот назофет нужен вам ради его действующего вещества. Те же сказали, что это для носа. Что еще тебе нужно? Дистиллированная вода – фундаментальный элемент чистой лаборатории. А также любого организма, состоящего из клеток. Ты на что намекаешь, законник? Этиловый эфир из купри-ланш-растворителя. Отлично подходит для выделения действующего вещества из раствора. Определись уже. То пот, то эфир. Он нервно улыбается. Полагаю, это достаточно? Да иди ты. Устало произносит он. Короче, вы пытались использовать полицейского, чтобы организовать нарколабораторию. Но это же... А он машет руками. Да ладно, это же... Карается расстрелом на месте? Нет. Глаза его округляются от страха. Что же мне с вами делать? Делать, что ты имеешь в виду? В его голосе звучит покорность. Он вот-вот перестанет ломать комедию. Осталось немного поднажать. Лучше всего показать равнодушие. Для начала скажи ему, что тебе вообще все равно. Хм. Да мне вообще насрать. Я просто хотел раскрыть дело. Делайте, что хотите, и я буду делать, что хочу. Правда? Произносит он с облегчением. Конечно, нет. Я же полицейский. А теперь немедленно расскажи мне, что здесь происходит. Не то что. Он со звоном роняет отвертку в ящик с инструментами. Ну, для начала тогда я не буду вызывать подкрепление, и вы не окажетесь на скамье подсудимых. Ладно, хорош чувак. Он поднимает руки. Просто жизнь в этом городе очень... Очень жестока к предпринимателям. Мы же не врали, когда говорим, что хотим превратить церковь в самый безбашенный клуб западного ревошоля. Хотим! Правда хотим! Просто сначала нам нужно было организовать там лабораторию для производства спидов. Чтоб встать на ноги. А я вам зачем? Говорю, что пока я собирал все необходимое, там появились эти жуткие ублюдки. Еще месяц назад церковь пустовала, а теперь в ней это жуть. Ну, не такие уж они и жуткие, правда? Ну, нет же, чувак, очень даже жуткие. А еще они, возможно, вызвали бы полицию, если бы мы начали варить там спиды. Но там и с атмосферой все было плохо, я вообще не чувствовал любви. И что теперь будет? А знаете что? Мне кажется, клуб-то пусть будет. Давайте в рамках закона. Никакой нарколаборатории, только клуб о нудной музыке. Да! Лицо юноши расплывается в нечеловеческие широкую улыбкой. Зубы блестят в свете ламп. Я знал. Будущий предводитель спидпанков опускает свою шипастую голову между колен. Теперь это невозможно. Нет, Андре, возможно, просто сложнее. Этот хардкоп пришел, чтобы показать нам, почем комбала. Но рыбка-то всегда бесценна. Всем было понятно, что мы не сможем совмещать клуб о нудной музыке с нарколабораторией, но теперь у нас есть шанс. То есть вы не собирались открывать там клуб? Клуб о нудной музыке просто необходим, необходим! Все друг друга ненавидят. Кругом сплошная ненависть. Во всем виноваты наркотики. Мы превратились в рабов. Я не могу! Время на исходе! Андре, нам нужен прорыв. С этими словами он смотрит на тебя. Я обещаю, это будет прорыв. Мы не будем там варить спиды. Все будет чисто и все будет правильно. Мы будем трезвыми. Все будет так естественно и прекрасно. Победа света над тьмой. Ладно, будем считать это профилактикой преступлений. Но я за вами слежу. Хорошо, постараемся обойтись без наркоты. Он снова поднимает голову. Откроем там совершенно законный клуб. Будем крутить самые убойные катушки и ничего более. Богом клянусь. Камон, ты слышал? С этого момента все будет совершенно законно. На этом моменте у меня пока все. Мы, как обычно, будем здесь терпеливо ждать новостей. Ага. Ну что ж, традиционно в конце эпизода мы с вами переодеваем очки. И, пожалуй, на этом я бы его и закончил. Спасибо, спасибо Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоа, Антона Сэру, Брата Монзо, Серджио Атерадоро, Бу, Эфёсту и КДВ45РУС за то, что тебя поддерживает канал. Спасибо всем вам, что вы здесь. Ну и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok